Сотрудники госавтоинспекции МВД по Хабецкому району провели профилактическую акцию «Письмо водителю», цель которой – напомнить участникам дорожного движения о важности соблюдения ПДД. Дети вместе с сотрудниками полиции раздавали письма, обращаясь к водителям, чтобы они придерживались установленных норм вождения, в частности, оживленной части дороги. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Во весенний период очень активное движение на проезжей части, в особенности с участием юных пешеходов. С этой целью и проводятся профилактические мероприятия для привлечения внимания всего общества к соблюдению правил дорожного движения. Сотрудники госавтоинспекции Хабецкий вместе с учащимися школы аула «Малый Зеленчук» провели акцию «Письмо водителю». Школьники в своих посланиях обращались к водителям с напоминаниями, что необходимо быть внимательным во время управления транспортным средством. Дети заранее подготовили письма для водителей, в которых выражают свою просьбу соблюдать скоростной режим, притормаживать при проезде пешеходных переходов, пропускать пешеходов на пешеходных переходах, особенно быть внимательными при проезде общеобразовательных учреждений. Каждый водитель, принявший участие в данной акции, получает письмо, обращение от детей. Каждый водитель, принявший участие в акции, получил от детей письмо с призывом быть осторожным и соблюдать правила дорожного движения. Ты очень внимательным будь к пешеходу и в солнечный день, и в плохую погоду. Но ты не зевай в руках твоих жизней. На тормоз нажми, остановись. Будь внимателем на дороге, не садись пьяным за руль, ведь от тебя зависит жизнь, здоровье людей, счастливого пути. Дорогой водитель, будь внимателем на дороге, от этого зависит жизнь людей, соблюдай правила дорожного движения. Водители транспортных средств благодарили детей за профилактическую работу, пообещали быть внимательным к пешеходам и, самое главное, соблюдать правила дорожного движения. Алихан Ипшоков, Зарима Карданова, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия, Хабесский район.